Как себя чувствует и что думает женщина, которая столкнулась с изменой и предательством близкого мужчины? Как правило, ей свойственны такие мысли о себе. Я пустое место. Мне не хочется жить. Нет смысла жить. Я подавлена. Я потерялась. У меня как будто бы нет сил, и я словно заставляю себя жить. Почему он выбрал не меня? Чем она лучше меня? Как он мог так со мной поступить? Я же так ему верила. Ведь мы были так близки. Наверное, я хуже нее. Наверное, я не любимая и не особенная и не единственная для него. Так кому он ушел? Наверное, она лучше меня. Я просто никто. Меня нет. И это невозможно пережить. У женщин, которые пережили измену, очень сильно падает самооценка и чувство собственного достоинства. Им кажется, что я недостаточно хороша, и меня обязательно бросят. Я недостойна любви и отношений. Может быть, со мной что-то не так? Они очень часто зависают в таких своих мазохистических фантазиях. Как он там живет с той, с другой? О чем он думает? Вспоминает ли меня? Неужели то, что было между нами, то, что нас связывало, не имеет никакого значения? Как он мог взять это все и вычеркнуть из своей жизни? И эти мысли навязчивые, и они могут крутиться годами. Женщина думает о том, как они живут, как они занимаются сексом. А она лучше в постели, чем я или нет? А что она делает такого, что, возможно, не делала я? И они очень часто себя мучают этими образами, этими картинками какого-то там их заоблачного счастья. Как будто бы то счастье, которое могло принадлежать ей, забрала та другая. Женщины, которые пережили измену, описывают свое состояние таким метафорическим образом, как будто бы у меня внутри огромная черная дыра, или выжженная пустыня, или как будто бы меня придавило огромной плитой, и я обездвижена, я не вижу будущего. Мне разбили сердце. Наверное, я никогда больше не смогу никого полюбить и никому доверять. На телесном уровне последствия измены проявляются такими симптомами, как сдавливает горло, как будто бы тяжело дышать. Тяжесть в области груди, очень часто об этом говорят женщины. Жалуются на плохой сон, что снятся страшные тревожные сны, как будто бы я бегу куда-то, бью кого-то, или мне снится мужчина мой, и это другая женщина, и я пытаюсь их там побить. Снятся такие сны, как я как будто бы проваливаюсь в болото, в такое вязкое, и умираю. Все тело находится в напряжении, и женщины очень часто говорят о таком симптоме, как я как будто бы заморожена, я заморозилась, я ничего не чувствую, у меня какая-то слабость, какая-то подавленная энергия. Жизненные силы как будто бы ушли. И глаза таких женщин обычно потухшие и очень несчастные. Когда женщина узнает об измене, о предательстве близкого мужчины, у нее внутри клокочет невероятный комок эмоций. Это буря, это вихрь, это ураган, который может уничтожить все на своем пути. Во-первых, это потрясение, это унижение. Женщине очень обидно. Она чувствует свою потерянность, ненужность, злость, гнев, ярость, ненависть, ярость, ревность к той другой женщине и очень часто желание отомстить, чтобы тот мужчина, он почувствовал всю боль, насколько ей было больно. Кроме того, женщина чувствует свою уязвленность. Иногда она замечает, что может испытывать зависть к той другой. Почему он ушел к ней? Возмущение, неприязнь, сменяется отчаянием. Очень часто женщина чувствует какое-то оцепенение и растерянность. Она не понимает, что ей делать. Ну и, конечно же, она чувствует вину и стыд. Как же без этого? А может быть, я сделала что-то не так. Может быть, я себя как-то не так вела, не так подстраивалась под него. Что-то я упустила. И эта вина перед знакомыми, перед друзьями, перед кем угодно, перед обществом, как же так мне изменили? Это, знаете, как будто бы клеймо какое-то. Ну, как бы мужчинам можно, но если женщине изменили, ну, наверное, с тобой что-то не так, какая-то ты там дефективная. И женщина сама на себя нападает, винит и стыдит. И себя, и того мужчину, и ту женщину, с которой ей изменили. И это очень тяжелое переживание на самом деле. Как будто бы ты попадаешь в какой-то вихрь эмоций, ураган. И никак не можешь выбраться из этой воронки. Чувств, которые тебя просто накрыли с головой. Ты бессильно против них. Ну и, конечно же, женщина чувствует, как будто бы ее сломали. Она надломилась. Что-то внутри нее безвозвратно сломалось. После измены женщина чувствует практически постоянную тревогу, горечь, тоску. Вспоминает, как было хорошо с этим мужчиной. Все прекрасные моменты. И, конечно же, она грустит и печалится. И она чувствует большую жалость к себе. И это вызывает обилие слез. Женщина может даже замкнуться, стать какой-то отрешенной. Она может испытывать отчаяние и большую душевную боль. Она чувствует разочарование, безысходность и беспомощность. Ну и, конечно же, собственное бессилие что-либо изменить. Она чувствует себя полностью раздавленной и подавленной. Но иногда к ней приходит надежда. А может быть, все еще изменится. А может быть, он поймет, что я лучше. Может быть, он вернется. Но, как правило, он не возвращается. И женщина чувствует, что она сама себя потеряла. И никому в этом мире она не нужна. На поведенческом уровне это проявляется так, как будто бы женщина замирает. Она не хочет ничего делать. Ей не хочется никуда идти. Хочется просто свернуться к калачикам, забыться, заснуть и больше не просыпаться. А некоторым хочется просто убежать от этого подальше. Некоторые начинают заедать. А некоторые совершенно перестают есть. Соответственно, либо набирают вес, либо сильно худеют. А некоторые начинают пить или принимать какие-либо психотропные вещества, чтобы выпрыгнуть из этой болезненной реальности. Либо погружаются в сериалы, где все прекрасно. Где есть любовь настоящая, безусловная. Женщины говорят о том, что им постоянно хочется плакать. Но им приходится себя сдерживать. Потому что они боятся, что утонут в этом океане слез и не выплывут из него. Как это проявляется в моторике? В движениях тела как будто бы нет энергии. У такой женщины в прямом смысле опускаются руки. Грустные опущенные плечи. Естественно, грустные глаза, полные боли, страдания, отчаяния. Печальное лицо. Мимика, выражающая подавленный гнев. Женщины часто говорят, что я как будто бы не живу. Я функционирую. Вот примерно так чувствует себя женщина, которая столкнулась с изменой и предательством близкого мужчины. Некоторые женщины проживают измену и предательство достаточно легко и быстро. И уже через какое-то время находят для себя новые отношения. А другие зависают в этом состоянии годами и десятилетиями. И не могут простить. Называют бывшего парня своим парнем. Бывшего мужа своим мужем. Хотя прошли уже долгие годы. И у этого парня и бывшего мужа уже давным-давно своя семья, свои отношения. Возможно, даже дети там родились. Так в чем же разница между этими женщинами? Разница в том, что первые прожили эту свою драму и отреагировали. А вторые не отреагировали. И как будто бы похоронили в себе все свои переживания. Весь свой праведный гнев и агрессию. И все эти эмоции и чувства, о которых я рассказывала выше. Весь тут ураган эмоций. Он остался внутри них. И они так и живут с этим, с этим ураганом внутри. Они не отреагировали адекватно. Не прожили уход своего мужчины к другой женщине. Или измену. Приведу вам пример из реальной жизни. Одной женщине изменил муж 20 лет назад. И ушел к другой женщине. Первое, что хотела сделать эта женщина, она хотела, естественно, побить ту самую любовницу. Либо побить мужа. И она даже уже туда пошла. И вот она идет к этой любовнице по городу. И у нее вот этот вот внутри комок, ураган эмоций. Это возмущение, это агрессия, этот гнев. Праведный гнев. И тут на половине пути она вдруг останавливается. Потому что вспомнила, что в умных книгах и какие-то гуру говорили ей, что нельзя проявлять агрессию. Нужно же понимать людей. Нужно простить и принять. А этого твоего мужа Бог и Вселенная когда-нибудь накажут. И тут эта женщина понимает, ну я буду выше этого. Это он такой подонок. А я буду такая вот вся духовная. Ведь проявлять свою злость, праведный гнев и агрессию это не духовно. Я буду духовной. Пусть его накажет уже Вселенная. Или Бог. И таким образом эта женщина подавляет, упаковывает этот свой ураган, запаковывает его символически, да, в какой-то, не знаю, сундучок, хлорец такой. И закрывает на ключик и не выпускает. И вот живет в ней это все. Зато сверху есть такая прекрасная конструкция. Но я же выше этого. Вот видите, он мне изменил. А я прям как Будда сижу, кстати, да, как вот этот вот Будда сижу. И все хорошо, все вот как происходит, так и надо, так и должно быть. Ничего, что у меня крышку срывает там, да, просто все бурлит. Вот, ничего. Зато внешне я ничего не сделала. Это он плохой. Я хорошая. Я выше этого. И что происходит дальше? А дальше, а дальше. Эта женщина 20 лет не может отпустить эту ситуацию. Ей снятся сны, в которых она видит своего мужа и любовницу эту, которая уже давно не любовница, уже почти 20 лет жена. И она бьет эту любовницу, бьет мужа. 20 лет в своих снах она до сих пор пытается доиграть то, что она не сделала тогда, когда она сама себя остановила. Когда она не выяснила и не прояснила, и не выразила эту свою энергию. Что делает психика? Незавершенные ситуации она пытается дозавершить во сне. Таким образом, как бы переработав то, что переварить очень сложно. И эта женщина посвятила 20 лет своей жизни по факту этому бывшему своему мужу и его любовнице. Вместо того, чтобы пережить эту ситуацию и сфокусироваться на своей жизни и, возможно, построить свои новые отношения. И вот эта идея прощения и принятия, она прекрасная. Но здесь есть одно но. Она работает только после того, когда вы выразили все свои эмоции. Невозможно, простите, принять человека, который вам причинил огромное зло, огромную душевную боль, пока вы не выразили все свои эмоции. Пока вы не открыли этот сундучок, пока из него не вылетел этот ураган, и вы не выпустили его наружу. И только тогда, когда вы позволили этим эмоциям реализоваться, прожили эту ситуацию телесно, сделали определенные движения телом, только после этого у вас появляется возможность прощения и принятия. Кстати, для этого делать даже ничего не приходится, потому что это происходит автоматически. Когда вы освободили свой сундучок с эмоциями, да, я метафорически говорю, тогда прощение и принятие ситуации происходит само собой. И не надо делать никаких для этого упражнений, и не надо читать мантры. Таков механизм. Вы должны избавиться от эмоций. Только после этого придет прощение и принятие ситуации. Но, к сожалению, нас этому не учат в школе, не учат нас работать с эмоциями. А это, мне кажется, один из самых главных навыков для жизни вообще в нашем мире. Для того, чтобы иметь гармоничные отношения с собой и с людьми, и с жизнью в целом. И получается так, что энергия этих чувств, она остается внутри. И вместо того, чтобы ее выразить наружу, адресату, то есть мужчине, который это сделал, она остается в вашем теле, жить. Она остается в вашей психике и начинает вас разрушать. И эти эмоции, они в прямом смысле отравляют вас, как токсические отходы, от которых необходимо избавляться. Поэтому тут и психосоматика вылезает, и тревожность, и вот эта замороженность, и нежелание жить дальше. Женщина после измены как будто бы замораживает свои чувства. И это такая своеобразная защита психики от того, чтобы больше не чувствовать этой невносимой боли от предательства и измены. Женщине как будто бы хочется выкрутить этот рубильник с чувствами на минимум, чтобы не чувствовать боль. Но фишка-то в том, что этот рубильник отвечает за все чувства сразу. Невозможно выкрутить только боль и оставить любовь и радость. Таким образом, все чувства становятся замороженными, и женщина уже не может чувствовать радость, живость, интерес к этой жизни. И когда эти чувства выкручены на минимум, начинает казаться, что я не живу, а функционирую, как будто бы я какой-то робот, не человек, как будто я биомасса. Я просто выполняю набор функций, которые на меня наложило общество или которые от меня ожидают. Если очень долго подавлять сильные чувства и эмоции, то это может приводить к депрессивным состояниям и к депрессии. И тогда вообще не хочется просыпаться в этот мир, следить за собой, нравится кому-то, быть красивой и даже минимально удовлетворять свои потребности. Женщинам после измены часто становится все равно на то, как они выглядят. Поели они или нет, сегодня утро или вечер, все равно. Помните, в нашем детстве была такая сказка, там что-то про подводный мир, и там была такая красивая царевна, которую заколдовали, и она стояла и говорила, что воля, что неволя, все одно. Вот так вот себя может чувствовать женщина после измены с замороженными чувствами. И когда женщина уже в таком состоянии, когда ей что воля, что неволя, все одно, не важно, как выгляжу, не важно, что чувствую, не важно, что будет завтра, то нужно обращаться к психиатру и к медикаментозной коррекции депрессии, а уже после этого работать с психологом и психотерапевтом. Кстати, чтобы понять, есть ли у вас депрессия и какой там уровень депрессии, вы можете пройти в интернете, в свободном доступе есть тест БЭКа. По нему вы можете легко определить, есть ли у вас депрессия, если есть какая стадия, и уже делать из этого какие-то выводы и решать эту задачу. Измена – это очень серьезное испытание для женщины и, конечно же, очень большая травма. По шкале стресса Холмса и Райха измена, развод, разрыв отношений стоит в первой тройке стрессовых ситуаций сразу после смерти близкого человека. Смерть близкого человека – это 100 баллов, а разрыв отношений – это 75-65 баллов. То есть представляете, насколько это стрессовая ситуация? И не все могут это пережить достаточно экологично и выйти из этого состояния. Это очень эмоционально серьезное и сильное переживание. Как говорила мне одна женщина после измены, я думала, что я сойду с ума, что я заболею раком, что меня заберут в психушку, и я просто этого не выдержу. И это с ней не случилось только благодаря тому, что она очень много плакала. То есть выводила эмоции через слезы. У нее не было запрета плакать, поэтому она плакала. И, слава богу, она более-менее в порядке сейчас. Что делать, если вы тоже столкнулись в своей жизни с изменой и оказались в такой ситуации? Возможно, вы в этом описании узнали себя и понимаете, что не отреагировали эту ситуацию адекватно. Вы как будто бы съели, проглотили этот огромный вихрь, ураган чувств, и он застрял у вас в груди, в горле, в теле, и вы не можете психологически это переварить. И мой ответ – это, конечно же, адекватно и экологично отреагировать все, что у вас осталось внутри. Адекватно – это значит на всю силу. То есть на тот урон, который вам причинили, вы должны ответить с такой же силой. Не чуть-чуть, а полностью с такой же силой. Экологично – это значит, ну, не обязательно бить морду изменщику или любовнице. Хотя это многие делают, и это помогает им. Здесь можно выразить свои эмоции без участия обидчика или изменщика. И эффект будет тот же. И, соответственно, это никак не преследуется по закону, и вам не угрожает. И, смотрите, это можно делать либо самостоятельно, либо в работе с психологом. Как самостоятельно, адекватно и экологично отреагировать измену? Первая простая такая рекомендация – вы можете смотреть грустные фильмы с похожим сюжетом, с такой же ситуацией, которая у вас была. Как женщина кого-то очень сильно любила, а он ее предал, и плакать, проживать вместе с ней свои эмоции. Вы можете слушать грустные песни до тех пор, пока у вас не закончатся слезы, и вам это не надоест, и не захочется чего-нибудь более радостного и оптимистичного. Минус как бы этого в том, что в просмотре грустных фильмов и грустных песен можно зависнуть на очень-очень долгие годы, и никогда не выбраться из этого болота или омута слез. Поэтому здесь нужно быть внимательна, дать себе время выплакаться от всей души, но и в то же время понимать, что нельзя в этом застревать навсегда. Еще один вариант самостоятельной работы – вы можете написать письмо обидчику и высказать все, что вы думаете о нем, о ваших отношениях, и не стесняясь в выражениях. Потом это письмо можно так раскромсать, там сжечь, выбросить. Сделайте с ним все, что хотите. Ну, кто смелый, может и отправить. Хотя тут тоже такой вопрос. Потом будете переживать, ответит ли он вам или не ответит, и думать, получил он его или не получил. Поэтому эта работа, скорее всего, просто для себя. Есть такое упражнение, оно называется «Безмолвный крик». Когда вам очень плохо, и вы вспоминаете измену, и вас накрывают эмоции, вы двумя руками закрываете себе рот. Так, плотно, да? И начинаете безмолвно кричать. У вас напрягается все тело, вы кричите. Плюс того, что вы не переживаете, что вас слышат соседи, что будет очень громко. Это очень крутое упражнение для того, чтобы выводить свои эмоции. Вот. Но еще лучше, если вы подключите к этому свое тело, и выведите эмоции путем движений тела. Как это делать, я сейчас расскажу. Я, кстати, это тоже упражнение делала, и выражала свои эмоции, и всегда рекомендую это делать своим клиентам. Вы выбираете место, где никого нет, где вам никто не помешает. Это может быть лес, там берег реки, ну, любое такое уединенное место. Вы выбираете на этом месте какой-то объект. Допустим, это будет пень. Это объект, на котором вы будете выражать свою злость, гнев, свои эмоции. Вы берете палку в руки, такую увесистую, назначаете этот пень и говорите, что так, теперь ты будешь Васей, условно говоря. Я тебя назначаю изменщиком Васей. берете в руки палку и начинаете высказывать все, что у вас внутри, этому пню, этому Васе нашему. И начинайте прислушиваться к своему телу, что ему хочется сделать, что телу хочется сделать. Как правило, как правило, очень хочется взять палку и начать бить этот пень со всей силы. В этот момент вам нужно отпустить себя полностью. Кричите, рычите, орите, ругайтесь матом, бейте пень со всей силы. Плачьте, это прекрасно, если будут идти слезы. Проговаривайте все, что вы хотели сказать тогда, но сдержали в себе. Например, Вася, я давно хотела тебе сказать, мне так обидно, если бы ты знал, пам, да, бьем Васю. Ты ушел и ничего мне не сказал, не объяснил. Ты знаешь, что я чувствовала, когда ты мне изменил, когда я узнала о твоем предательстве? Ты меня предал, мне больно, я хочу, чтобы ты мучился, я хочу, чтобы у тебя ничего не вышло, чтобы ты почувствовал, как мне было больно и бьете. Делайте это до тех пор, пока сказать вам будет больше нечего. Пока у вас не закончится силу, вы почувствуете, ну что все, я все сказала, я выразила это телесно. Вы, если вы хорошо сделали это упражнение, вы почувствуете усталость, опустошенность, какую-то пустоту, возможно, и вместе с тем облегчение, и какое-то даже это будет удовлетворение. Вы можете сказать этому пню, все, ты больше не Вася, я снимаю с тебя эту роль. И через какое-то время вы начнете замечать, как ваши силы начали к вам возвращаться. А это возвращается ваша жизненная энергия, ваша правота, ваши самоценности, ваши достоинства. Вы себя защитили, вы себя отстояли, вы дали адекватный ответ своему обидчику. Как вариант, можно бить грушу в спортзале, или, знаете, там есть такой манекен мужчины, я видела, можно одеть перчатки, боксерские, и бить его, и проговаривать. Все, что вы о нем думаете, об этом Вася. Главное, позаботьтесь о себе, чтобы вас никто не слышал, и чтобы вы свободно могли выражать эти эмоции. Позвольте себе ничего не сдерживать, ничего не подавлять, ни слов, ни своих действий. Иногда это не получается с первого раза, и тогда нужно будет повторить это упражнение. Ну, возможно, несколько раз. Адекватно отреагировать измену нужно на нескольких уровнях. На эмоциональном это прожить эти болезненные эмоции, прям прочувствовать их. Где они у вас в теле находятся, сердце, горло, что, где они, да? И на телесном уровне, то есть движениями, сделать то, что хотелось сделать, а вы это сдержали. Ну, например, у меня в таких ситуациях мне хочется врезать в морду, да? То есть вот движение руки вот так вот сделать, или взять палку и вот так, и вот так делать. То есть, ну, у меня реакция достаточно такая естественная, да? Взять и побить, то есть ответить очень сильно, физически ответить. Но мы же в своей жизни это сдерживаем, мы же этого не делаем, но можем сделать значит, с пнем там или с манекеном. Дальше важный момент, чтобы голосом, чтобы у вас не застревало вот это вот в горле, вам нужно голосом высказать вслух все, что застряло, все, что мешает вам дышать и говорить. И следующий уровень, это ментальный уровень. Очень важно найти новые смыслы того, почему это произошло. И как хорошо, что Васи у вас сейчас нет в этой жизни, да? Может быть, появится другой. А может быть, вы сейчас свободно и живете, как вам хочется. А может быть, вы обрели себя и обрели свою собственную силу. И можете идти по этой жизни с высоко поднятой головой и выбирать мужчин, а не быть в состоянии жертвы. Очень важно найти вот этот образ своего внутреннего защитника. У каждого человека есть такая субличность, внутренний защитник. И если он слабый, то мы не можем ответить. Но если он сильный, то мы тогда очень хорошо себя защищаем. У меня, например, этот защитник дракон, такой красивый розовый дракон или даже фиолетовый, который защищает мою хрупкую, нежную девочку, когда на нее нападают. Мне очень нравится этот образ. После измены очень важно вернуть себе свою силу, свою самоценность, свое женское и человеческое достоинство. Ну и, конечно же, уверенность в себе. И это возможно только тогда, когда вы отреагируете на это. Что может помешать сделать это самостоятельно? Ну, например, страх, что если я отреагирую так, как я хочу, если я буду ругаться матом, если я начну драться, то я буду плохая для родителей, для Бога, для своего гуру, для Вселенной. или это принесет изменщику вред. Да, это звучит красиво, но кто позаботится о вас, если не вы сами? Потому что не реагируя, подавляя все внутри, вы причиняете вред самому близкому для себя человеку. Вы причиняете вред себе, своему телу и своей дальнейшей жизни. Возможно, вам когда-то запретили эмоции, причем любые, и положительные эмоции, и негативные эмоции. И если родители подавляли, то вам сложно будет ругаться на мужчину или проявлять прямую агрессию. Кроме того, сильная замороженность эмоций, она говорит об очень значительной травмированности. А иногда женщины бессознательно не хотят выражать свои эмоции и удерживают их в своем сундучке, потому что их обида и гнев это единственное, что продолжает их связывать с бывшим партнером. Утратив это, им кажется, что они навсегда потеряют эту связь и все хорошее, что было между нами и может быть даже какую-то надежду. Что еще мешает освобождаться от эмоций, это сопротивление переменам и привычка жить в роли жертвы. Ну и бывают такие отговорки, что вот нет времени этим заниматься самостоятельно, поэтому ну когда-нибудь потом. И в таком случае, если у вас есть вот эти вот препятствия, вы не можете сами выражать эмоции, вы чувствуете сопротивление или вы чувствуете все-таки свою еще привязанность к этому изменщику, то в таком случае вы можете обратиться за помощью к психологу. И тогда у вас будет время и место, час в неделю, где к вам будут внимательны, вас выслушают, вас поймут, примут и поддержат. Бережно помогут выразить вам свои эмоции и пройти по этому пути. Переработать и освободиться от этого тяжелого события. Вы сможете дышать свободно, освободить свое сердце и у вас появятся силы, жить дальше. К вам вернется ваша жизненная энергия и ваше будущее больше не будет вас пугать и не казаться какой-то черной дырой, где нет ничего хорошего. Там появится свет надежды. Измена это огромная травма для женщин. Для мужчин кстати тоже, но я работаю в основном с женщинами, поэтому я про это больше знаю. Она настолько болезненная, что не хочется ни в коем случае переживать ее еще раз. Срабатывают очень сильные психологические защиты, чтобы этого больше никогда не повторилось. Поэтому свой грустный прошлый опыт мы переносим на других мужчин и на все отношения. А в основе этой травмы зачастую лежит травма привязанности или отверженности это когда происходит предательство любви. Чаще всего это с мамой, с папой или с другими значимыми людьми. В результате этой ранней травмы женщина делает для себя вывод, что меня никто не любит, я никому не нужна, я не ценна, меня не хотели. И живет по жизни с этим убеждением, притягивая подобные ситуации. Если женщина с детства часто чувствует себя отверженной, то она и во взрослой жизни будет проживать этот опыт отвержения. Об этом вы можете посмотреть в этом моем видео. Если вы столкнулись с изменой в своей жизни и чувствуете, что никак не можете отпустить эту ситуацию, что сами не справляетесь, что внутри у вас все кипит, но вы уже не хотите и не можете так жить, то можете обращаться ко мне на индивидуальную работу. Мы пройдем с вами этот путь вместе и гораздо быстрее, чем в самостоятельной работе. Запись на онлайн консультацию по ссылке в описании под этим видео. Друзья, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, делитесь своими историями. Я все читаю. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.